Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я покажу свою блузку, которую я вяжу крючком 0,8 из пряжи ромашка. Мерсеризованный 100% хлопок в 75 граммах 320 метров. Вот на то, что перед вами сейчас ушло три полных мотка, от четвертого моточка осталось вот совсем немного пряжи. Я хотела вам показать узоры, из которого состоит эта блузка. К тому же она еще не закончена. Детали я связала и когда они были выполнены полностью, я соединила их полустолбиками, крючком. Проймы обработала вот столбиками с накидом, тремя рядами. Хвостики еще не убирала, поскольку работа над блузкой не закончена. Нужно еще и горловину прорезать так же столбиками с одним накидом. Собираюсь связать рукава, но это чуть позже. А сейчас покажу узоры, из которых состоит блузка. На мой взгляд, красивый узор, который я очень люблю и часто использую, это вот такие ракушки, чередующиеся столбиками с накидом. Ракушка из двух столбиков с накидом, затем воздушная петля и опять два столбика с накидом в одну и ту же петлю предыдущего ряда. А далее воздушная петля и столбик с накидом. Кому интересно иметь такой узор перед глазами, я представляю вам схему. Далее я выполнила столбики с накидом и потом такую сеточку. Столбик с накидом, воздушная петля. А это у меня идет ряд витых столбиков. Очень интересный узор из таких вот цветочков. Посмотрите, пожалуйста, листики и попкорн. Вот такие выпуклые, объемные бутоны. Вяжутся они из четырех столбиков с накидом, выполненных полностью из одной петли основания. Не так, как в пышном столбике, провязанные не до конца. А в этом случае провязываются до конца. А затем первый столбик с накидом соединяется с последним полустолбиком. Кому интересен узор вот этих цветочков с бутонами в виде попкорна, то представляю вам схему этого узора. Далее я провязывала вот такой узорчик из звездочек. Его я вязала впервые в своих изделиях, но этот узорчик мне понравился. Он упорядочен вот такими рядочками, как бы идет, ровными. Я думаю, что я еще не раз буду провязывать свои изделия таким узором. Следующий узорчик. Вот такие петелки. Я даже не знаю, как его назвать, но парашютики, что ли. Узорчик требует обязательно подклада, чехла в изделии, потому что этот узор очень ажурный. Кому интересен, вот схема и этого узора. Теперь я провязываю вот такие интересные веерочки. Они тоже упорядочены, идут ровными рядами, и между ними провязывается столбик с одним накидом. Кому интересен такой узорчик, я тоже представляю перед вами схему. Этот узор я в своих изделиях использую тоже впервые. Если кому он нравится, могу представить схему. Здесь провязываются пышные столбики. И получаются вот такие цветочки. А этот узор я уже вязала в платье. Использовала, которое выполняла полностью спицами. Но часть платья внизу была оформлена вот таким узором-крючком. Кому интересна такая сеточка? Я представляю вам и схему этого узора. При сшивании этих двух деталей, при соединении их крючком, или кто все-таки соединяет иголочкой, очень важно следить, чтобы вот здесь на стыке узор совпадал. А иначе не будет аккуратно выглядеть изделие. То есть каждый узор должен передней половинке соответствовать такому же узору задней половинке этого изделия. Важно было мне измерить линию бедер, и затем линию талии. Мне хотелось, чтобы бруска села по фигуре. Петли мне не пришлось убавлять от бедер к талии, из-за того, что за счет узора у меня произошло и уменьшение полотна. Это у меня уже второй раз так совпадает, когда я вязала платье бирюзовое крючком. Там тоже у меня на бедра не нужно было делать прибавлений от талии. Ну вот, пожалуй, все, что я вам хотела сегодня показать. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите. Я буду рада ответить на них. Всех благодарю за внимание. Всего доброго. Пока-пока.